Репрессии и политическое давление в Мелитополе. Недавние обыски в Доме народного депутата Евгения Барецкого, на предприятиях, принадлежавших его семье и в домах руководителей компании, санкционировала областная прокуратура. По словам нардепа, искали документацию, связанную с делом о якобы невозвращении кредита Укрэксимбанку, которая давно закрыта. Документы изъяло СБУ еще в 2013 году. Поскольку оснований для возобновления следственных действий не было, то все происходящее, считает Евгений Барецкий, очередная попытка запугать неугодных власти оппозиционеров. Я делаю вывод, что эта акция больше для устрашения, для дестабилизации наших рядов, людей, которые сегодня выступают категорически против того, что происходит в городе, против того, что происходит в коммунальном хозяйстве. Потому что это коммунальная мафия, по-другому это не называется, когда мы не можем создать ни одной контрольной комиссии, чтобы контролировать власть. Прокурор Запорожской области Валерий Романов, который по удивительному стечению обстоятельств прибыл в Мелитополь через несколько дней после обысков, комментируя действия своих подчиненных, ограничился лишь громкими лозунгами. Мы ведем независимую политику, даже никаким образом не связанную с какой-то политической деятельностью. Мне абсолютно безразлично, кто стоит за каким уголовным производством, какие политические силы. Тем не менее, в работе прокуратуры и мелитопольских чиновников прослеживается политический подтекст, говорят оппозиционеры. Отмечают, власть перешла к конкретным действиям. За полтора года на членов оппозиционного блока было совершено два нападения. Виновные не найдены до сих пор. А в минувшее воскресенье с ножевым ранением в больницу был доставлен родственник секретаря Мелитопольского горсовета Галины Данильченко, которой оппоненты больше года не дают вступить в должность. Я не комментирую это событие с политической точки зрения, потому что надеюсь, что милиция разберется, был ли заказчик, кто это сделал. Но логическая цепь событий приводит к мысли, что все-таки к этому причастный заместитель городского головы возможно. Это люди, которые в курсе наших событий в городе, делают такие выводы. Пострадавший о возможных причинах нападения говорить не берется. Отмечает, слишком далек от политики. Само нападение мужчина называет странным. Оно произошло днем в магазине одного из самых оживленных районов города. Произошел шелчок двери, хлопок по спине, где-то между лопаток, и сразу удар в районе поясницы, почки где-то, и сказал привет. Злоумышленник задержанный уже дал показания. В полиции данное происшествие считают бытовым конфликтом. Хотя подробностей случившегося, ссылаясь на тайну следствия, пока не разглашают. К слову, задержали нападавшего прямо на улице. Он находился в алкогольном спианини, в бухнеце и в улице. У него были явные ознаки, наявные ознаки, какого злочин, то есть у него руки были в крови. То есть его побачили и прохожие, и сотрудники полиции, которые его затримали. А вот мелитопольские оппозиционеры во главе с нардепом Евгением Балицким все эти события считают далеко не случайными. Нападения, обыски, запугивания – это не что иное, как репрессии в отношении представителей оппозиционного блока в Мелитополе. И месть власти за то, что ей не дают беспрепятственно разворовывать бюджетные средства. Все события, которые произошли за последнее время, нас наталкивают на логический вывод, что мы точно перешли дорогу людям, которые кормились из бюджета. Все методы действия, которые происходят, они показывают о том, что власть сегодня перешла от политических репрессий уже к уголовным физическому устранению своих оппонентов.